Главу Чечни Рамзана Кадырова могли ввести в состояние искусственной комы. Причиной источники называют отторжение пересаженной почки, которое началось несколько дней назад. Такой информацией в Твиттер поделился бывший вице-президент российской нефтяной компании ЮКОС Леонид Невзлин. Он считает, что почку политику могли пересадить в Объединённых Арабских Эмиратах местные врачи, которые уже не менее года полутора его лечили. В любом случае, в соответствии с протоколом, его ввели в искусственную кому. Далее не могу гарантировать, врачи в Центральной клинической больнице констатировали умирание мозга и вызвали срочно врачей из Эмиратов. Они там и уже колдуют над ним, написал россиянин. По его данным, Кадыров находится в отдельном блоке с охраной, там его посещали приближённые лица. Я не могу исключить как игру в смерть в интересах Кремля, как и реальную смерть Кадырова, добавил Невзлин. Все поставленные задачи успешно решаются. Боевые беспилотники в небе над Нагорным Карабахом. Азербайджан накануне заявил об антитеррористических мероприятиях. В непризнанной республике удары наносятся по столице Сипанакерту. Известно, как минимум о 27 погибших и двух сотнях раненых в Ереване вспыхнули митинги. Протестующие требуют отставки премьера Армении и обвиняют в предательстве России. В самой России, которая продолжает наносить удары по городам Украины, призывают Ереван и Баку прекратить военные действия и вернуться на путь дипломатического урегулирования. Продолжение следует... Итак, это кадры из Нагорного Карабаха. В непризнанной республике второй день продолжаются боевые действия. Накануне армия Азербайджана объявила о проведении военной операции, целью которой назвала цитата «восстановление конституционного строя». В Баку требуют вывода с этой территории армянских военных. В Ереване заявили, что в Карабахе армянских военных нет и назвали происходящее, цитата, «широкомасштабной агрессией». В Баку сообщают, что их вооруженные силы наносят удары по армянской и карабахской армиям. В Ереване говорят, что удары были нанесены и пожилым кварталам региона. И сообщается, что бои ведутся на всей линии соприкосновения. Сразу же под удар попала и столица непризнанной республики, город Степанакерт. Власти непризнанного Нагорного Карабаха сообщают, что на данный момент в результате боевых действий погибли 27 человек, раненых уже более 200, среди них есть мирные жители. Агентство Reuters публикует вот такие кадры из Степанакерта. Давайте посмотрим. Азербайджанская страна также сообщает, что из их страны есть погибшие и раненые. В Нагорном Карабахе сейчас находятся и российские военные под флагами миротворческого контингента. Российский МИД заявил, что несмотря на обострение ситуации, российские военные, цитата, продолжают исполнять свои функции. Напомню, что в последние несколько месяцев аналитики фиксировали, что азербайджанская армия перебрасывала в зону конфликта своих военных, а о власти Армении заявляли о возможной эскалации. Напомню, что три года назад, в 2020 году, в результате последних активных боевых действий, Азербайджан взял под контроль часть территорий в этом регионе. Вчера, после того, как стало известно о начале боевых действий в Карабахе, в Армении, в центре Еревана, начались акции протеста. Протестующие в Ереване требовали от властей вмешаться в конфликт с Карабахи и требовали отставки премьер-министра Армении Николы Пашиняна. Мирная акция переросла в штурм здания правительства и столкновение с полицией. В результате стычек пострадали несколько десятков человек. Сейчас к нашему эфиру из Еревана присоединяется Антон Петрович, журналист независимого информагентства Алик.ру. Антон, здравствуйте. Доброе утро, коллеги. Рад, что присоединился к вашему эфиру. Да, расскажите, что сейчас происходит в Ереване и вообще, как много людей вышли на улицы вчера. В данный момент я нахожусь на площади республик, вот здесь рядом с созданием правительства республики Армения и, конечно, основные события вчера разворачивались вот здесь. На данный момент протестующих пока нет, но это и понятно, всего лишь 10 утра, начало 11-го в Ереване, но органы правопорядка уже готовятся к возможным акциям протеста, которые начались накануне. Если сделать небольшую ретроспективу вчерашнего дня, то первые протестующие появились в городе где-то в районе трех часов дня, ну то есть буквально через пару часов, как только прошли первые сообщения о том, что Азербайджан начало агрессию против Нагорного Карабаха. Первые протестующие собрались возле Ереванского офиса ООН, это здесь недалеко от площади республики, буквально метров 200. Там было людей не очень много, но были перекрыты входы в офис, два основных и один запасной. Более того, в Ереванском офисе работают сами армяне, которые, в общем-то, с пониманием тоже отнеслись к тому, что происходит. Офис ООН был перекрыт до тех пор, пока представители международной организации не вышли к протестующим. Пригласили несколько человек внутрь на небольшие переговоры, которые продолжались буквально минут 20. После этого люди вышли, рассказали о том, что им пообещали передать в головную организацию их требования, а требования очень простые. Международное сообщество должно вмешаться в ситуацию в Нагорном Карабахе. Еще один митинг проходил возле посольства России в Ереване. Это также здесь недалеко. Вообще в Ереване все достаточно близко, оно может быть полкилометра от площади республик. Там акция была уже гораздо многочисленнее. Причем была перекрыта часть дороги. Это одна из основных трасс, которая называется улица Григора-Мусаворича. Предпринимались попытки, ну я бы не назвал это попытки штурма, но продавить оцепление люди пытались, пытались прорваться в посольство с требованием опять же вмешаться в ситуацию уже со стороны России. Чуть позже к российскому посольству приехала прям отдельная колонна с устройствами для вещания, с громкоговорителем, без флагами. И я не знаю, насколько разрешены в эфире нашего канала слова, которые там звучали, но Россия враг. Говорилось, Путин враг. И дальше уже это все сопровождалось нецензурной лексикой на русском языке. По сообщениям информагентства, посольство России тоже было заблокировано. Сотрудники находились там до поздней ночи. И только уже под утро здание посольства удалось разблокировать. Сейчас, насколько я понимаю, там пока тоже никого нет. Но, честно говоря, я просто ногами туда не дошел. Ну и самая главная акция проходила здесь, на площади республики. Такие люди начали собираться где-то в районе четырех часов дня. И уже было понятно, что здесь будет эпицентр событий. Когда закончился рабочий день, это уже после шести вечера, людей стало гораздо больше. И, наверное, в пиковый момент, я боюсь ошибиться, ну, давайте скажу так, несколько тысяч человек здесь точно было, по моим прикидкам, наверное, около десяти тысяч. Оцепление вдоль здания правительства республики Армения было установлено практически сразу. Постепенно, чем больше становилось людей, чем больше становилось участников акции протеста, тем сильнее становилось оцепление. Требование участников акции протеста – это признать территорию непризнанной республики Арсах, территорию Армении. Ну и, конечно, требовали отставки Никола Пашиняна, премьер-министра республики Армения. Не очень понятно, в чем заключается, в чем смысл этого требования отставки правительства, потому что, ну, по всем данным, по всем анализам здесь у здания правительства республики Армения собрались сторонники оппозиционной власти партии, а именно Роберта Кочеряна, который был свергнут в 2018 году в результате бархатной революции, и который, в общем-то, до этого тоже не признавал ни суверенитет непризнанной республики Арсах, не присоединял эту территорию к республике Армения. Но, конечно, самые главные события развернулись здесь вечером, когда были действительно попытки штурма здания, было взорвано несколько светошумовых гранат, были разбиты стекла на входе, я не знаю, видно сейчас или нет, и когда было объявлено о том, что участники акции планируют разбить палаточный городок, полиция разогнала всю эту историю. Ну, для сравнения, конечно, на мой взгляд, все проходило довольно мягко, особенно если сравнивать с московскими событиями еще нескольких лет назад, ни автозаков, ничего такого. Да, люди со щитами, да, летели камни в сторону полицейских, вы уже говорили о том, что есть пострадавшие со стороны полиции и со стороны протестующих, но, в общем-то, разговор закончился довольно быстро, может быть, в течение получаса люди разошлись. Все основные события ждут еще сегодня, наверное, выходным, тем более на сегодня был анонсирован приход сюда на площадь самого Роберта Кочаряна, но вот будем следить за развитием событий. Продолжение следует...